Добрый вечер, эфир продолжает интервью. Сегодня гость студии Роман Яковлев, проректор по развитию международной деятельности Алтайского госуниверситета. Здравствуйте, Роман Викторович. Добрый день. Я себе позволю все-таки начать наш разговор с такого вопроса немного личного. Вы в этой должности человек новый, около трех недель всего прошло с назначения, и вы пришли на эту должность все-таки из науки. Вы биолог, человек, который много путешествует, описывает виды новые насекомых, человек, который пишет статьи, в общем-то, и на международной, как международный ученый выступает. Насколько сложен этот переход из науки, вот немного в такую, может быть, должность менеджера от науки? Этот переход не был большой сложностью для меня, поскольку, в общем-то, я привык достаточно много работать без выходных, без отпусков. Ритм работы, который сейчас задан, он не явился для меня большой проблемой. Самый главный момент – это больше понять систему этой работы и возможности, которые сейчас предлагает наш университет, международные возможности, их расширять, развивать, используя мои наработки, мои связи и, естественно, ресурс университета. Насколько человек науки сегодня полезен именно в части менеджмента развития университетов, утверждения их статусов, позиций в различных рейтингах? Дело в том, что для большинства рейтингов, которые сейчас существуют, причем это рейтинги и международные, и рейтинги российских университетов, научная компонента является колоссальной. Это и публикационная активность профессорско-преподавательского состава, это вопросы, связанные с академической мобильностью, с поездками как наших специалистов за рубеж, так и в обратном направлении, специалистов иностранных государств в наш университет. То есть я считаю, что именно человек, имеющий опыт научной деятельности, здесь может быть достаточно эффективен. Вот тут начали говорить о рейтингах, пресловутый рейтинг эффективности, тот самый так называемый черный список или красный список, его еще называют Минобра, куда включаются институты по определенным параметрам. Там тоже есть параметр, связанный с международной деятельностью. Вот что это за параметры и насколько им сегодня соответствует Алтайский госуниверситет? Параметры по международной деятельности, они разбиты на ряд подсекций, куда входит и научная деятельность международная, то есть это публикации в международных журналах, высокорейтинговых, это первый момент. Второй момент – это число иностранных студентов. Третий фактор – это интеграция наших специалистов в мировое научное сообщество путем академической мобильности. И, наверное, один из самых сложных и важных критериев – это оценка любого образовательного учреждения, куда и наш университет входит, академическим сообществом, причем международным академическим сообществом. Давайте по этим параметрам. К примеру, иностранные студенты и обмен студентами. Как здесь обстоят дела у Алтайского госуниверситета? Что для этого делается? Сколько сейчас университетов обучаются? Из каких стран? И какая есть возможность у наших алтайских студентов получить образование в других вузах? Вот та самая академическая мобильность, которая предполагает, что отсюда бакалавр может уехать и, например, закончить магистратуру где-то в другом вузе или по обмену по определенным программам иметь второй диплом. Насколько я знаю, в АГО подобные программы действуют, получение еще второй диплом. Допустим, сейчас наш университет, который входит единственным в регионе число вузов, входящих в Шанхайскую организацию сотрудничества, разрабатывает совместные образовательные программы с университетами Китая, с университетами Киргизии по ряду направлений. То есть уже разработаны программы по регионоведению, разрабатывается в ходу, идет разработка программ по экологии. И вот в данный момент находятся наши сотрудники в командировке в Северо-Восточном университете Китая, где идут переговоры по также совместным образовательным программам в области IT-технологий. А что касается двойных дипломов, второго диплома, какие специальности сегодня в Алтайском госуниверситете могут получить подобные возможности? Такой опыт уже есть в первую очередь у наших экономистов, которые работают по программе двойных дипломов с европейскими университетами. Допустим, университет Париж-2 и многие наши учащиеся имеют возможность получения двойных дипломов университета Алтайского госуниверситета и Париж-2 университета. Такие прецеденты уже есть и это широко работающая программа в настоящий момент. Иностранные студенты. Как сегодня много их в университете и на перспективу, что будет происходить? В настоящий момент у нас более 300 иностранных студентов и эта цифра значительно увеличилась относительно прошлых лет. То есть примерно в два раза число студентов увеличилось относительно прошлого года. Работа здесь ведется по разным направлениям. То есть это с одной стороны работа в наших ресурсных центрах, которые открыты по территории Казахстана в ряде городов. Это есть ресурсные центры у нас на территории Западной Монголии, на территории Киргизии. То есть там проходит работа, которую проводят наши специалисты. Кроме того, наши сотрудники, работающие, допустим, сейчас находящиеся на стажировках в университетах Китая, они тоже предлагают различные программы для китайских студентов. И особенно филологический факультет здесь дает тоже... Любопытно. Хотела как раз спросить, вот китайские студенты какие специальности чаще выбирают? Ну в первую очередь это русский язык. Поэтому филологический? Да, 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 конечно. Русский язык, он для студентов из дальнего зарубежья является наиболее привлекательным. И в общем-то это естественно. Даже вот сейчас, зная ситуацию и по другим вузам, ребята из дальнего зарубежья в основном обучаются, конечно, по программам, связанным с переводом, чтобы потом работать переводчиками русского языка в своих странах. Это очень востребовано и в настоящий момент очень перспективным является направлением. То есть сегодня, вот если мы резюмируем по этому вопросу, практически любой студент, который поступает в Алтайский госуниверситет при определенных успехах в учебе, он может рассчитывать на ту самую академическую мобильность, на участие в программах международного обмена при условии знания языка и хорошей учебы. В настоящий момент я думаю, что практически каждый студент, который обладает знанием иностранного языка, хорошим знанием иностранного языка и студент, который имеет успехи в учебе, заинтересован в своей карьере, в будущей, имеет успехи в научной деятельности, может претендовать на различные проблемы мобильности, которые существуют. И самое главное, что эти программы, они имеют серьезный задел на будущее, то есть они развиваются и появляются все новые и новые возможности. Особенно это касается не только студентов, но и сотрудников университета. Допустим, в прошлом году около 60 человек по программам мобильности, по разным программам работали, стажировались в 13 странах мира, в том числе даже в таких экзотических, как Аргентина, наши географы работали. И я думаю, что данные программы, они тоже будут нарастать, потому что на самом деле один из основных вариантов развития ученого, развития специалиста, это является его широкой интеграцией в мировое сообщество и научное, и образовательное. Интеграция международное сообщество. Сегодня, когда смотрят на нашу науку, в первую очередь говорят, нет цитирований, нет публикаций в международных журналах. Это сегодня одно из главных требований. А Барнаулу в чем еще сложно? У нас нет научно-исследовательских институтов, и по большому счету именно классический университет призван становиться еще и научной базой. Вот как идет работа в этом направлении, в направлении интеграции именно международное научное сообщество? Ну то есть да, действительно, публикации в журналах международных это главный путь узнавания и продвижения бренда нашего университета в мировую науку, это очевидно. Здесь университет предлагает разные варианты. С одной стороны идет семинар, который посвящен именно возможностям публикации в европейских, в американских журналах, которые я веду, этот семинар. Помимо этого есть очень хорошая программа стимулирования профессорско-преподавательского состава, которые публикуются именно в таких журналах. Я, кстати, слышала там очень большие премии, да? Да, да, премии очень серьезные, то есть это порядка 50 тысяч рублей идет премия человеку, который публикует такие статьи. И даже вот интересно, я знаю, что в других вузах такие программы являются редкостью. Даже вот недавно, будучи в Москве на семинаре, где собирались проректоры по международной деятельности, я задавал этот вопрос, и далеко не в каждом вузе есть хоть какие-то премиальные выплаты за научную деятельность. И здесь надо сказать, что наш университет занимает очень конструктивную позицию относительно активных ученых, которые работают и пытаются работать на современном уровне. Все-таки это, наверное, естественно, научное больше направление, чем гуманитарное. Или гуманитарное направление развивается тоже по грантовым каким-то схемам, по программам. Здесь есть какое-то разделение? Вот мне как гуманитарию кажется, что, конечно, нам сложнее попадать именно на интегрироваться международные, попадать в международные журналы. Здесь ситуация, вы знаете, она двоякая. То есть, с одной стороны, есть позиция гуманитариев относительно невозможности попадания или очень высокой сложности попадания в таких журналах. На самом деле, журналов существует очень много. Но гуманитарный текст, научная публикация, он, конечно, более сложный. И готовить его, переводить, это совершенно другая задача, чем по, естественно, научным дисциплинам. Это первый момент. Второй момент. Очень часто гуманитариев упрекают в низкой цитируемости. Но здесь, на мой взгляд, я считаю себя человеком, достаточно хорошо разбирающимся в наукометрии, следует сказать, что это традиции цитирования. Традиции цитирования. Потому что любая, естественно, научная статья, она на 30% состоит из ссылок. А гуманитарные дисциплины, они, во-первых, более консервативны. То есть, они не так часто цитируются. Это, во-первых. Во-вторых, сам ссылочный аппарат по большинству гуманитарных специальностей, он не такой, как в естественных науках. И вообще сравнивать показатели цитирования гуманитариев и естественников, их можно. Но, так сказать, делать какие-то выводы глубокие относительно вот этих вот показателей не нужно. Как еще можно развивать научную деятельность не только среди преподавателей, но и интегрировать в международное пространство, например, студентов? Это уже возможно? Студенты могут уже выходить на международный уровень? Да, конечно. Почему бы нет? Самый главный момент – это правильно определиться со стратегией своей дальнейшей научной работы. Правильно понимать и оценивать своего будущего научного руководителя. Знать, с кем ты рядом будешь делать свою науку. То есть, возможности есть сегодня? Конечно. Здесь вопрос желания и знаний, да? Вопрос желаний, знаний, трудолюбия. Очень важно трудолюбие. Понимаете, наука – это не все-таки 20% примерно – это заслуга ума, и 80% – это заслуга усердия. Поэтому надо, так сказать, быть человеком толковым, с другой стороны очень работоспособным, чтобы добиться определенного результата здесь. Спасибо большое, Роман Викторий, что сегодня пришли к нам в студию. Я напомню, в гостях у нас был проректор по развитию международной деятельности Алтайского госуниверситета Роман Яковлев. Всего вам доброго и спасибо, что были с нами. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова